Музыка Очень сложно будет это все. Я не знаю, если они судиться будут. Только так, может, они еще и выиграют. А таким образом они не дадут, сто процентов. Они готовы нас полностью сожрать здесь. Пройти через Гагаузию и вперед. Поэтому что-то ждать. Хорошего ничего не ждать. Неправильно делать. Все надо умеренно, хорошо, чтобы получилось и мирно жить. НДС, мы ожидаем, что будет в пользу Гагаузии. Сколько это можно длиться? Сколько должны издеваться над Гагаузами? А тот, что там плакат показывал, Гагаузы-сепаратисты, он сам такой. Должны сесть за стол переговоры, чтобы все было хорошо. Хватит. Сколько можно издеваться над народом? Народ все терпит, терпит. Но один раз как взорвутся все. Я думаю, что Конституционер примет правильное решение. Затягиваем. Должен эксперт, который распределит все по полочкам. Должен Гагаузе вернуться. И социальные программы должны сворачиваться. Если они не вернутся, в Гагаузе ожидается большую проблему. Социальные проблемы. Школа, детей, питание надо вырезать. Другие проблемы. Зарплату учителям, медикам. Поэтому, я думаю, Конституционер примет правильное решение. Гагауза правильное дело, что требует. У нас есть народное собрание. Есть депутаты, есть башка, есть полком, который должен отстаивать. Это должно было раньше произойти. Но они немножко пока танцевали. Ёлка, Новый год. Немножко упустили. Смотрю, но конца края не видно. И все равно, мне кажется, ничего не добьются. Раз они решили нас глушить, так и будут давить. Живите, как хотите. Пенсии сказали. 6%, сейчас 4,2%. Как жить? Гагаузя правильно делала, что подняла этот вопрос. Что не оставила так. А то все оставили. От нас убирают, убирают. Все молчим, все терпим. Вот дотерпелись. Надеемся, что они будут благоразумными и примут правильное решение. Потому что это не законно. Если они НДС забирают, тогда пусть и все налоги платят здесь, а тут налоги платят за там, а НДС они хотят отсюда, чтобы выплачивался. Нереально это. Просто это... Нигде в мире такого нет. Я не в курсе, потому что я стараюсь новости не смотреть. Не знаю, раздражаюсь я. Потому что ничего, ну, как сказать вам, ну, толку в этом нету. Нас спрашивают, наши мнения даже не спрашивают руководство. Они сами решают все, что им благорассудится. И мне не верю чему-то хорошему. Все должны быть равны. Значит, если на территории Молдовы все платят бюджет и потом получают, это значит, должно быть все равны. Потому что иначе нарушается конкуренция. Кто-то здесь будет в более привлекаемых условиях. И потому люди вот уезжают. Кому это надо? Это уменьшение бюджета и так далее. Надо регулировать вопрос и что надо делать. Думать. Ну, вот так вот просто требовать вернее. Никто ничего не вернет. Потому что, ну, обижаем других. У нас ожидание, что все-таки Конституционный суд будет на нашей стороне. И будет немножко помощи нашим аграриям и нашим всем бизнесменам. И наши грузы будут вести и процветать. Потому что я считаю, что каждый правитель должен стараться для населения, для того, чтобы оправдать свое доверие. Я думаю, что суд нам откажет. Потому что они только и думают, как ущемить Гагавузию. Почему с наших предприятий мы не должны получить этот НДС? Что там им недостаточно, не хватает, чтобы покрыть свои кредиты, которые они берут неизвестно на какие цели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова